Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Покажу вам немножко интерьеры этого музея Надеюсь, вы тоже вдохновитесь В принципе, у них, по-моему, есть виртуальная тоже библиотека Где можно посмотреть какие-то материалы Собственно, это не просто музей Это музей Я говорю, как советская женщина Старая советская женщина Когда-то я буду такой Это в прошлом Фазенда, на которой и жил господин Ларко Он был богатым человеком Но если хотите подробно, почитайте В общем, он как нормальный, порядочный, богатый человек Естественно, вскоре призадумался над темой того Что нужно сделать в жизни что-то значимое, полезное А не просто почивать на этих прекрасных лаврах денежных Собственно, он занялся археологическими экспедициями И вот всё, что теперь в его доме-музее находится Это всё, что он в этих экспедициях достал, добыл Очень много наследия инков Очень много наследия, в принципе, племён Проживающих когда-то на современной территории Перу Очень интересно И всё можно посмотреть достаточно близко И такая атмосфера классная Вообще, музей отличный, правда Я там сидела Честно говоря, я бы там даже жила Если вы когда-нибудь будете в Лиме Это столица Перу Пожалуйста Не пожалейте своего времени и денег И зайдите в этот музей Он умопомрачительный, это мягко говоря Он настолько стильный, настолько аутентичный Что я дважды туда возвращалась Там магазин местных сувениров Я увидела это зеркальце Честно говоря, я в него, правда, влюбилась сразу Поняла, что оно мне обязательно нужно В моём новом интерьере Вот на белых стенах когда-то будет смотреться Оно прекрасно В принципе, я хотела потом большое зеркало солнца Но он достаточно перетягивает на себя внимание в интерьере И также является И должно являться одной из его центровых композиций Мне это не нужно И поэтому я решила Сделать всё-таки себе такое зеркальце в виде солнца Тем более, что, на мой взгляд, это было не так уж и сложно При пересчете на русские деньги Зеркальце стоило Правда, вот такое зеркальце Стоило где-то полторы тысячи рублей Я посчитала, что как-то нет смысла Может быть, есть смысл в том, что оно как бы из Перу Но я взяла себе много разных аутентичных штук оттуда Для своего интерьера И посчитала, что зеркальце обойдусь Обошлась Итак, что мне для этого понадобилось? Мне понадобилась основа Кругленькое зеркальце Я его купила в супермаркете Леонардо Хобби там и творчество, все дела Я искала и в других местах Но, к сожалению, это было либо полноценное зеркало Что мне, наверное, не нужно было Либо не было Вот это поворот! Ну, не тот размер Тяжелое или еще что-нибудь в этом духе В Леонардо там продавались как раз заготовки Их было три Три мне не нужно Но две где-то лежат Я не знаю Но зеркальце стало будущим Золотым солнцем зеркальцем В общем-то, что вам понадобится? Еще клей ПВА Бумага Много бумаги Какая-то основа, картонка Я взяла такую основу звездочкой для вышивки Просто заклеила ее по пьемоше Что-то в общей сложности, наверное, до 300 рублей получилось Вся стоимость этого действия Ну, справедливости ради стоит заметить Что и золотая краска у меня уже была И поталь золотая у меня уже была Поэтому мне не пришлось тратиться Но опять же Если вам придется потратиться То и ПВА у вас останется И поталь еще для чего-нибудь останется Если вы заинтересованы в такого рода видео То фактически, скорее всего, вы делаете что-то руками И тогда точно вам все эти вещи пригодятся Блин! Я живу, короче, в месте, где долбят бесконечно Во все стены Каждый день Ну, кстати, уже, наверное, часов 8 Скоро перестанут Когда я успею сойти с ума Кто-то говорил мне в комментариях не кривляться Про ипотеку, по-моему, мне говорил парень один Что-то забавное Ваши дебильные кривляния Друг, это часть меня Мои дебильные кривляния Нельзя оторвать Я и есть дебильные кривляния Я опять кривляюсь Вот смотрит, наверное, и мучается Ладно, не будем болтать И вместе с семьей, с которой я дружу Я была в гостях у другой семьи, которая проживает в Перу И я смогла увидеть аутентичный практически Ну, не аутентичный, окей, но Ну, натуральный интерьер семьи, проживающей в Перу В общем-то, я влюбилась в перуанские интерьеры В перуанскую эстетику Она очень яркая Какая-то контрастная сильно Возможно, потом, когда я закончу здесь интерьер Я покажу вам все Но сейчас все-таки делаем своими руками Маленькое зеркальце в виде золотого солнца Субтитры делал DimaTorzok 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 И таким образом я получу то самое перуанское зеркальце Субтитры делал DimaTorzok Зеркальце Грунт защитит от влаги И в целом какие-то трещинки закроет Конечно, не идеально Но, наверное, идеально мне и не нужно Если бы я хотела довести до идеальной гладкости Если бы я хотела довести до идеальной гладкости Я бы еще сделала парочку слоев бумаги По пьемаше бы не заканчивала так быстро Будьте внимательны с акрилом, когда работаете После того, как осуществили покрасочный работ Кисточку он сразу помыть Потому что засыхает И все, как пленка уже не отмывается Жалко кисточку Ну что ж, наша формочка должна подсохнуть Полностью нанесла я Сейчас она еще достаточно липкая Я подумала о том, что клеить надо зеркало уже сейчас По одной простой причине Потом, в случае чего Если на какой-то следующий слой клеить То он отлипнет вместе с зеркалом Поэтому я приклею на этом этапе И уже потом буду золотить Пользовать я буду клей ПВА Вы удивитесь, но занимаюсь столярным делом Ну, скажем так, прикасаясь к нему Мне рассказали про интересный очень ПВА клей Для столяров Они его даже используют чаще, чем гвозди И он вообще считается даже более надежным, как метод Ну, не каждый ПВА, естественно, который вы найдете Но в целом прикрепляют две деревяшки Там даже ножки у столика И это все держится Для меня это было удивлением Короче, зеркало буду клеить тоже этим клеем ПВА Кстати, его можно найти в художественном ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, всем спасибо Надеюсь, вам было полезно Возможно, вы тоже сделаете что-то такое перуанское Может быть, коврик свяжете Ну и, конечно же, пока Нет, объединяйтесь Вдохновляйтесь И пока! Субтитры создавал DimaTorzok